Всем привет! С вами Мария, и вы на канале Алмазная вышивка и не только. Сегодня я попробую ответить на один из самых часто задаваемых мне вопросов, какие стразы лучше выбрать, круглые или квадратные. На моем канале уже было видео с описанием основных видов страз. Если вы его еще не видели, обязательно посмотрите. Ну, а сегодня мы проведем настоящую битву между круглыми и квадратными стразами, а в конце я объявлю победителя. Итак, 10 раундов, счет 0-0, поехали! И первое, что мы оценим, это блеск картины, то есть мерцание страз. Ведь это именно то, за что мы так любим алмазную мозаику. Как раз в своем видео с обзором разных видов страз я рассказывала, что этот блеск зависит от количества граней на стразах. У квадратных страз обычно 9 или 13 граней, а у круглых их 16 или 26. То есть в этом раунде безоговорочно побеждают круглые стразы. Следующий раунд – передача изображения. Квадратные стразы укладываются вплотную друг к другу и создают непрерывное изображение. Я это еще называю эффектом картинности. В то время как в выкладке из круглых страз неизбежно появляются промежутки, которые визуально разбивают наше изображение на пиксели. Поэтому изображение получается не настолько четким. Это очко отдаем квадратным стразам. В третьем раунде мы оценим клейкость страз. Нам очень важно, чтобы наша мозаика хорошо держалась и стразы со временем не отклеивались. Мы знаем, что степень склеивания двух поверхностей напрямую зависит от площади соприкосновения. Так давайте посчитаем площадь основания круглых и квадратных страз и посмотрим, какие из них надежнее приклеиваются к основе. Сначала квадратные. Длина стороны 2,5 мм, а значит площадь основания это 2,5 в квадрате, то есть 6,25 квадратных мм. Теперь круглые. Диаметр 2,8 мм, а значит площадь основания будет равна числу π, умноженному на 2,8 в квадрате и деленному на 4. Итого 6,15 квадратных мм. Как видите, разница очень мала, поэтому отдадим это очко и круглым, и квадратным стразам. И здесь меня посетила догадка. Я все думала, почему китайцы не делают круглые стразы диаметром 2,5 мм? Это же так удобно! Им не пришлось бы отдельно печатать холсты для круглых и отдельно для квадратных страз, не пришлось бы разрабатывать разные схемы. Так зачем усложнять себе жизнь? Возможно, причина как раз в площади основания. Ведь если делать круглые стразы на 2,5 мм, тогда их площадь основания будет меньше 5 квадратных мм. То есть они будут держаться значительно хуже, чем квадратные. Ну а мы переходим к четвертому раунду. И здесь мы оценим удобство выкладки. Сразу скажу, у круглых страз здесь неоспоримое преимущество. Попасть в центр квадратика куда проще, чем выравнивать квадрат точно по четырем сторонам. Плюс, когда вы берете круглую стразинку стилусом, вам не нужно корректировать ее положение относительно схемы. А когда вы берете квадратную стразу, вам обязательно нужно выровнять ее по схеме. И только после этого приклеивать на холст. На самом деле это совсем не сложно, и к этому очень быстро привыкаешь. Но когда вы переходите от процесса с квадратными стразами к процессу с круглыми, вы очень четко чувствуете, что работать стало легче. Поэтому это очко уходит круглым стразам. Пятый раунд мы посвятим чистоте картины. Дело в том, что в промежутках между круглыми стразами остается клей, на котором со временем скапливается пыль, и вся картина немножко темнеет. Это может случиться не только с готовой работой, но еще в процессе выкладки. Например, если вы выкладываете мозаику в рубашке с длинными рукавами и иногда кладете руку на выложенные участки, то часть ворса неизбежно приклеивается к открытым участкам клея и загрязняет ее. С квадратными стразами такой проблемы нет, поскольку открытого клея там не остается. А значит, это очко достается квадратным стразам. Хотя, если по окончании работы вы покрываете свою работу лаком или оформляете ее под стекло, то вы избежите этой проблемы с любыми стразами. Но промежутки между круглыми стразами иногда нам помогают. Например, когда мы хотим исправить неверно выложенный кусок, и некоторые стразы нужно отодрать от полотна. Если такая стразинка находится в центре выкладки, то в случае квадратных страз их очень сложно выковыривать. А в круглых стразах как раз благодаря промежуткам мы без труда справимся с этой задачей. Поэтому в шестом раунде очко получают круглые стразы. Следующий раунд – стоимость. На данный момент стоимость наборов с круглыми и квадратными стразами в основном одинаковая. Даже если вы покупаете стразы отдельно. Многие продавцы даже размещают их на одной странице товара. Вы сначала выбираете сюжет, а потом выбираете стразы, которыми бы вы хотели его выложить. И вы можете убедиться в том, что от вашего выбора стоимость не меняется. Восьмой раунд – это качество выкладки. В какой из них ошибки более заметны? В квадратных стразах. Не всегда нам попадаются идеальные стразы. Какие-то из них побольше, какие-то поменьше. Но в случае круглых страз у вас и так уже есть промежутки в выкладке. И если они чуть-чуть увеличатся, это будет незаметно. В случае же квадратных страз в идеале выкладка должна быть сплошная, без единого промежутка. Поэтому, когда нам попадаются чуть меньшие стразы, появляются зазоры, заметные глазу. А когда стразы больше, чем надо, они начинают выщелкиваться из картины. Справедливости ради, надо сказать, что зазоры в квадратных стразах с расстояния вытянутой руки уже незаметны. А как бороться с выщелкивающимися стразами, я вам уже рассказывала в отдельном видео. Их можно победить, но очко все равно достается круглым стразам. Девятый раунд – читаемость схемы. Здесь мнения могут расходиться, но в основном, потому что я читаю от своих зрителей, и как мне самой кажется, схемы для квадратных страз более удобны, особенно если в них присутствует сетка. В круглых же стразах производители этой сетки избегают, поскольку она может быть заметна на готовой работе. А без сетки схему читать труднее, и глаза больше напрягаются. Поэтому здесь очко за квадратными стразами. Десятый раунд будет о размерах и простоте подсчетов. Как мы уже знаем, длина квадратных страз – 2,5 мм, а длина круглых – 2,8 мм. Это значит, что если мы возьмем одну и ту же схему и выложим ее круглыми и квадратными стразами, то картина с квадратными стразами будет меньше. Значит, при одном и том же размере итоговой картины, у картины, выполненной круглыми стразами, детализация будет немножко, но хуже. Плюс такой размер стразы – 2,8 мм – не позволяет уместить целое число страз в стандартные размеры. Например, у нас с вами есть стандартные размеры рамок, которые продаются в магазинах – это 30 на 40 см. Но ни в 30, ни в 40 см не умещается целое число круглых страз. Понятно, что у квадратных страз такой проблемы нет, поэтому очко за ними. На этом наш бой завершен. Конечно, можно было бы его продолжить, но мне хочется остановиться на ничьей. К тому же я уверена, что в комментариях вы мне обязательно напишите о других плюсах и минусах круглых и квадратных страз. Так что бой продолжится в комментариях. От себя хочу сказать, что выбор страз каждый делает для себя сам. Если вы еще не выложили ни одной картины алмазной мозаикой, то я советую вам начинать с круглых страз. Они попроще. Если же вы выкладываете картины только одним видом страз, я советую вам выложить хотя бы одну миниатюрку другим видом страз, потому что все познается в сравнении. Лично я была и остаюсь приверженцем квадратных страз, поскольку для меня в результате важен тот самый эффект картинности, о котором я говорила в самом начале. Но сейчас два из пяти моих процесса выкладываются круглыми стразами, и мне пока все нравится. В конце скажу, что это видео не случайно появилось на моем канале именно сейчас. Конечно же, у меня есть задумка, которую я надеюсь воплотить в жизнь за это лето. И надеюсь, что через одну-две недели я смогу вам о ней рассказать. Небольшой спойлер. Я начну два новых процесса, у которых будет что-то общее. А на этом у меня все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. У нас впереди много интересного. А я с вами прощаюсь, хоть и ненадолго. Всем пока!